Сага о супер-женщинах подверглась акту реинкарнации. Я говорю об ангелах Чарли 2019 года. Перезапуск известного комедийного боевика вышел в прокат в прошлый четверг. Что это? Феминистский манифест или веселая развлекаловка? Ищем ответы вместе с Ильей МакЛаудом. Я, доброе утро. Здравствуйте. Успех прошлых ангелов Чарли с Кэмерн Диэрс и Дрю Бэрримор во многом был обусловлен актерским составом. Можно ли сказать, что и в этот раз была сделана ставка именно на актерский, на звездный, яркий, обаятельный, манящий актерский состав? Возможно, возможно. Тут сложный вопрос. Потому что у нас с вами разные вкусы. Возможно, да. Я бы, кстати, хотел сразу ответить на вопрос, который вы задали во вступлении. Это веселая развлекаловка. Сразу отвечаю. Вы любите на начале беседы сразу рушить все интриги. Да. Но мне просто кажется, дело в том, что вот эта вот тема, которая сейчас в интернете очень популярна, что Голливуд немножко с ума сходит, тянет то в одну крайность, то в другую, что это обязательно какой-то фемилистик. Это про гендерные балансы? Да. И по всякие другие. Вот. Но дело в том, что как бы «Ангел и Чарли» они-то всегда такие были. То есть это вот начиная с сериала 1976 года, с перезапуска сериала в 2011 году. И вот, собственно, вот с диалоги, которые Мак-Джи снимал в 2000 и 2003 годах тоже вот. Это все то же самое. То есть, ну, веселые, развлекательные боевички. То есть с перестрелками, с драками, с юмором. Вот это все время так было. Насколько здесь актерский состав такой, он посвежее вроде как, чем в тот раз, но все равно, мне кажется, на него ставочка-то была. Именно ставочка. Да. Вот. Тут еще как бы очень интересно, что там вот именно, как сказать, роль второго плана, да, там отдали там Патрику Стюарту и Лизбет Бэнкс. Она, кстати, еще и режиссер. Вот. То есть, ну, тоже вроде как вот не главные роли, да, но на них тоже как бы ставочка хорошая была. Давайте про главную поговорим. Каменная, Редяная, Кристен Стюарт. Согласны с этим? Была. Была раньше. Мне кажется, вот как раз в этом фильме, я просто, ну, смотрел, наверное, если не так много фильмов, может быть, фильмов шесть. Вот. Но она как-то поживее стала, что ли. Видимо, с возрастом как-то вот приходят к ней немножко другие образы, немножко другие грани, наверное, ее актерство раскрываются. То есть, она здесь открывается совершенно не очень. Да, да. Она как-то поживее гораздо, чем мы привыкли, например, там в тех же сумерках ее видеть. Теперь к взаимоотношениям мужчин и женщин и вообще о роли этой картины. Всегда считалось, что Ангела и Чарли – это способ показать женщин сильными, независимыми. Тем более для Голливуда вот этого года, да, это абсолютно актуальная тема. Но здесь мужчины показаны либо злыми, либо тупыми, либо какими-то другими. Не считаете так, что ни одного нормального, грубо говоря, мужика в этой ленте нет? Ну, я не согласен, они там есть. Вот, то есть, например, там играет, там вот эта вот роль Босли, да, она присутствовала и ранее в фильмах про Ангела и Чарли, да. Здесь сразу три Босли присутствуют. Вот. Но это надо фильм смотреть, то есть почему так. Вот. Джуман Хансу, например, это вот чернокожий актер, он, собственно, очень много сейчас здесь снимается. Вот у него здесь замечательная роль, жалко, она как бы у него коротенькая, но вполне себе. Почему? То есть есть там нормальные мужчины. Я не могу сказать, что там как-то вот... Просто мне кажется, что это вот, как правильно сказать, это феминизм третьей волны, который вот за... Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Феминизм третьей волны. Да, о чем я говорю, да. Он здесь неприменим просто к этому фильму, потому что здесь как бы мужчин-то не сильно принижают. Есть, нет, есть отрицательные роли. Понятно, что в любом фильме, кто бы не играл отрицательную роль, мужчина либо женщина, то здесь вот как бы, ну, будет, ну, принижен как-то вот его образ. Но я не должен, не могу сказать, что как бы в этом фильме это как-то сильно ярко выражено. Если только там как-то вот искать, присматриваться, то, наверное, да. Напоследок сравним ленту 2000-2003 и 2019 года. Ну, на самом деле, это вот не совсем перезапах, как оказалось. Если фильм смотреть, это такое продолжение, такое сильно отдаленное. Поэтому, ну, наверное, чуть-чуть послабее. Но там надо понимать, что те-то фильмы снимал Мак-Джи, это режиссер видеоклипов, и он умел вот в картинку и вот во всякие спецэффекты красивые, в постановку. А здесь, как бы, ну, немножко по-другому получилось. Немного про другой фильм, но, мне кажется, он тоже интересный. То есть, если вот не вдаваться в это, то таких фильмов просто сейчас не так много веселых. Для чего девушкам, я не знаю, от 11 класса до 5 курса университета стоит пойти на эту ленту? А может быть, даже и старше. Да, просто поразвлекаться. Не ради того, чтобы выкрикивать, вот вам, вот вам, мужики. Ни в коем случае. Нет, это же кино, кино для развлечений. Хорошо, Илья, спасибо, что были с нами сегодня утром, поверили нам в еще одной интересной ленте, которая стоит играть. Стоит? Да.